Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара. Голова его неприятно болела. В комнате было тускло, неприятное мокрота сеялось в воздухе и проходило сквозь щель его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. По мере припоминания сон этот представлялся в его воображении так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это было сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого. Не было ли это виденье? Сдернувший простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза точно поражали своей необыкновенной живостью. Но ничего он не находил в них особенно страшного, только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том, он все-таки не мог совершенно увериться, что это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика, как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь. Рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту перед тем ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения. — Боже мой! Если бы хотя часть этих денег, — сказал он, тяжело вздохнувши, — и в воображении его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью «тысячи червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянии оторваться от такого предмета, как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чертков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в пятнадцатой линии Васильевского острова на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны. Творения, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп, но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор. Ходил по комнате, поправлял сальный агарок, аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами, выходил на улицу с ключом в руке для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома, и выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать. Одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки. «Извольте сами глядеть, варух Кузьми», — сказал хозяин, обращаясь к квартальным и расставив руки. «Вот, не платит за квартиру, не платит. Что ж, если нет денег, подождите, я заплачу. Мне, батюшка, ждать нельзя», — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке. «У меня вот Патагонкин, подполковник, живет, семь лет уж живет. Анна Петровна Бухмистерова, и сарай, и конюшню нанимает на два стоила. Три при ней дворовых человека, вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру. «Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон». «Да уж, если порядились, так извольте платить», — сказал квартальный надзиратель с небольшим потряхием головы, заложив пальцем за пуговицу своего мундира. «Да чем платить, — вопрос. У меня нет теперь ни гроша». «В таком случае удовлетворить Ивана Ивановича изделиями своей профессии», — сказал квартальный. «Он, может быть, согласится взять картинами?» «Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, как какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет. А то он мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него свиньи портрет рисовать. И моя шея наколчена, у меня все гвозди из-за движа повыдергивал мошенник. Вот, посмотрите, какие предметы. Вот, комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее со всем ссором и дрязгом, какой не валялся. Вот, посмотрите, как запакостил у меня комнату. Извольте сами видеть, да у меня по семи лет живут жильцы, полковники. Бухмистрова Анна Петровна. Нет, я вам скажу, нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живет. Просто и не приведи бог». И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель, между тем, занялся рассматриванием картины, этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлением. «Хе», — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена ногая женщина, «предмет того игривый. А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе засыпал?» «Тень», — отвечал на это суровый, не обращая на него глаз чертков. «Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место», — сказал Квартальный. «А это чей портрет?» Продолжал он, подходя к портрету старика. «Уж страшно слишком. Вот он в самом деле был такой страшный. Ах ты, да он просто глядит. Эх, какой громобой! С кого вы писали?» «А это с одного», — сказал чертков. И не кончил слова. Послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета. Благодаря топорному устройству полицейских рук своих боковые досточки вломились вовнутрь. Одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув сверток в синей бумаге. Черткова бросилась в глаза надпись «Тысяча червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившийся вниз от тяжести. «Никак деньги зазвенели», — сказал Квартальный. «Услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движения, с какой бросился чертков прибрать. А вам какое дело знать, что у меня есть?» «А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру, что у вас есть деньги, да вы не хотите платить вот что». «Ну, я заплачу ему сегодня». «Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде?» «Да доставляйте беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите». «Потому что этих денег мне не хотелось трогать. Я ему сегодня же в вечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина». «Ну, Иван Иванович, он вам заплатит», — сказал Квартальный, обращаясь к хозяину. «А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня в вечеру, тогда уж извините, господин живописец». Сказавший это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сене, а за ним хозяин державни сгон.